привет друзья изолание очередной вот до этого места мы дошли прошлой части кто не видел 19 50 время и отсюда мы идем дальше теперь до муниципалитета на пляжке куба сейчас выйдем на центральный за муниципалитетом и пройдем по набережной возможно мы пройдем по набережной порта до красной башни возможно здесь вот удобно человек сидит и цены все написаны сразу вот внизу все что на нем одетая бута ставить можете паузу включать переводчик кому нужен и смотреться цены и в каждом магазине здесь есть довольно таки немало покупателей то есть они не пустые красивое место может тоже кто-то о нем не знает я надеюсь что они будут и зимой так работать да друзья кто знает что такое рождественская ярмарка в алании международная большущая которая не была в том году из-за пандемии сейчас она будет как девятнадцатом году у меня много видео с нее есть 19 года будет она 10 лекота числа я потом еще скажу точно точно будет в этом году называется новогодняя ярмарка ну там все будет еда поделки разные сувениры в основном любят ее все и местные живущие здесь иностранные граждане все потрясающее место прошлой части мы пришли от пятничного рынка где его новое место расположения до этого места напоминаю если кто-то не видел там попугайчик так как лучше обойти кто не знает напоминаю что от 1 вайкики до 2 который там находится пешочком максимум 10 минут черепашьим шагом просто идете по первой линии по центральной увидите 2 вайкики где мы переходим красивая гирляндочка натянутая меня прям к ней тянет хотя тут как бы перехода нету переходу на сюда идти ничего тут хочется прям быть ближе к новому году никто не будет против если я здесь перейду или тут совсем нельзя совсем нельзя или когда хочется можно просто смотрю никто здесь не поедет сюда сейчас уже поедут уже опасно надо было раньше я достоялся германия поехал будьте здоровы не чихать так ну что идем красиво как принципе немного надо для какой-то красоты имею ввиду световые подсветки кто меня смотрит давно тот знает что у меня одной из одна из моих работ была перед тем как я приехал в аланию и собственно когда я уже был даже в алании писал я тексты для компания российской известной которая занимается световым оформлением у них свой завод световых украшений и световых изделий новогодних не только новогодних поэтому очень очень много чего критиковал когда приехал в аланию в плане освещения и но люблю я все эти освещения разные виды не только на новый год а вообще я считаю что должно быть это используется вот как в канаклы кто понял о чем я в канаклы вот там подсвечены деревья просто обмотаны гирляндочками этими разными разных типов это выглядит все шикарно мастафаки маля татюрк оттуда мы с вами пришли как вас провести дальше на пляж я вам обещал давайте дойдем до пляжа потом если она думаете красной башни все видео отдельно будет тогда с прогулочкой в порту до башни а их тюльпаны вспоминаются до которые здесь весной то ли это машинка сегодня кто-то кто-то ездит либо это мэра пересадили уже видел сегодня это удержка черная такая дешевая нас мигалками вверху проезжала сегодня то ли кто-то просто находится сейчас что мэра была вроде как другая то ли кто-то находится из правительства возможно какого-то анталийского или стамбульского вала не сейчас данный момент то ли это мэра так теперь возят возможно на этой машинке должны люди гулять вечером по набережной сейчас порту потому что по прогнозам нет дождей это все знают что дождь сейчас не пойдет поэтому теоретически я думаю должны люди гулять честно не знаю пойду ли я до башни я наснимал сегодня многое уже немножко много и проходил как бы довольно немало и не ищете давать gold отеля еще больше часа идти даже не знаю если честно пойду ли я до башни либо мы чуть-чуть сейчас пройдемся ограничимся маленьким проходом по набережной порта немножко в башне пойдем следующий раз тихо спокойно люди по чуть-чуть ходят нельзя сказать что их совсем нет но нельзя сказать что много сейчас еще посмотрим машин много припаркованных это все здесь где-то гуляют люди а если купающиеся что интересно если купающиеся я посмотрю не вижу жалко мальчик не подсвечивается красота какая многие сидят здесь от ноги сидят просто вот на песке они сидят какие давайте чуть-чуть пройдемся здесь не пойду наверно сейчас до башни ходился уже с гор все-таки спустился был и на джима пазары и на пятничном рынке там горах и короче прошел и уже сегодня немало плюс еще мне километров 7 эти как минимум не людей совсем немного не думал больше будет гуляющих по набережной нет почти можно сказать нету по набережной гуляющих очень мало людей не думаю что возле башни будет больше не на возле башни то будут люди еще сидит там на лавочках так нельзя сказать что совсем людей нет люди есть конечно несколько сотен человек тут собрать легко можно может даже то есть вряд ли на кафешка вот это где рыбка и чай это темно уже начинается подсветочка здесь рыбаки тихо-тихо час ветра вообще не так здорово давайте вот туда дойдем до того места красиво и посмотрим там на огоньки все я с вами наверно попрощаюсь видосико очень очень много сегодня мы снимал смотреть это все больно ближайшие два-три дня я думаю бутербродик из рыбки дело пахнет мне кажется скумбрия спасибо здорода запах не такое скумбрии бутерброд скорейся щас тут к водичке выйдем посмотрим на башенку с этой стороны на огоньки вечерние ночной лани у меня была здесь недавно друзья прогулка кто не видел прогулка была шикарная мы дошли до башни походил там возле тоже не забуду ссылочку оставлю на кто кто-то наверное видел папа любому многие из вас видели так ладно дальше не пойду уже смысла нет можно здесь показать итак вот она вечерняя крепость видно ресторанчике ваши любимые там под крепостью башенка вот такая прогулочка у нас получилось надеюсь вам было интересно спасибо за лайки привет и знала не тепло классно сейчас у меня лежит кофта лежит в рюкзаке я ее одевать пока никакого желания нет витровочки легкая вполне хватает время у нас 20 часов 0 1 минута все центр мы посетили сегодня дважды я бы сказал курс и покупки доллара евро рубля также на канале видео же сразу выставил когда снял в пятницу все эти перейду по центру я не знаю может я чуть-чуть еще там если что-то интересное снимаю в центре а может и не буду уже снимать пока буду идти по все алане можно сказать до вангол да здание муниципалитет вид сзади туда вас доведу до этой кафешки то надо давать вангол вангол Тихо тут, какая красота такая. Тихо и спокойно. Тихо. Могу конечно вас еще чуть провести дальше если хотите. проголосуйте до Мегроса хотя бы довезти в смысле я на эту сторону не пойду по этой стороне до Мегроса можно дать пол бич кокосов пройдем спасибо, что у меня есть такие люди которые любят как и я гулять вечером, ночью в основном это те кто не сидит в отелях, конечно кто в отелях сидит и ездит только на экскурсии, на автобусе там когда забирают и опять же в отель привозят, конечно вам это все поэтому они интересны, потому что пешком не ходите, кому интересно изучать что-то те все обходили в олайн те и смотрят люди бассейны любители хоровода вокруг бассейна караоке, пьяных и спать тем ночью кроме отеля не интересно в лучшем случае море а кого-то кто-то и до моря не доходит бассейнами ограничивается этот автобус интересный там люди живут в нем и песик там у них есть то есть они приехали откуда-то изучают, гуляют ты голодный? иди сюда не хочешь есть? ну не хочешь тут есть еще работающие кафешки я думаю, что не уголовно этот какой-то они шестой регион видел я как дверь открывалась заходили туда люди с песиком прямо этот автобус спальня ну что идем до мегросов, как я сказал кто-то из вас в этих кафешках был дольше прогулочка длиннее будет по-любому интересно кто-то увидит что-то знакомое как-то разворачиваетесь сильно масштабно тоже шестой регион шестая провинция мегрос не пойду нет у меня денег на рыбу свежую не хочу расстраиваться заходить, смотреть на меня это шестой регион этот маркус или маркиз отель он, я так понял, круглогодичный в нем в основном одни местные всегда вот я смотрю Кокоспол бич есть ли там люди смотрим есть, есть там они накрыли пленочкой чтобы ни ветра не было ни холода молодцы работают тоже уже вне сезона не работают даже вода в бассейнах есть при желании наверное днем вы можете у них и покупаться я так думаю так мы на проспекте Ататюрка обещал до Мегроса окей или давайте до отеля панорама дойдем или еще дальше это будет длинное видео я уже с вами попрощался минут 10 назад если аккумулятор сядет все хотя он вряд ли сядет и так 2 Мегрос и седаясь рыбка свежая и улица 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 родная которая я люблю ходить которая ведет на вторую линию и на площадь Хаджет вот у нас слева перед вами эта улица очень много московских машин сегодня видел я и вообще российских машин очень очень много хорошие машинки сюда стоят центры блин очень такие очень недешевые это Монсерати была если кто не понял до отеля панорама обещал вас довезти знаю знаю что есть любители которые хотели бы сейчас сказать мне веди нас давай голда или до теннисных столов ну блин люди я потом просто нереально буду долго грузиться больше суток будет грузиться отель панорама как бы он и показывать особо нечего но сейчас еще будут ресторанчики светиться хотя бы до них можно дойти пройти знаю что многие хотели бы сейчас оказаться на моем месте здесь походить по любимым улочкам зайти в любимые кафешки любимые магазинчики или просто посидеть на любимых лавочках тихо так везде все работает но тихо внутри что музыки нигде вообще никакой нет мне-то конечно хорошо что ее нет но не могу понять почему так тихо реально везде а здесь смотрят он что-то футбик какой-то иду сейчас думаю в принципе какие-то стримы пяти-шестичасовые я бы выдержал наверное то есть часов пять идти и снимать можно было бы просто поскольку я раба стримы не делаю а снять даже три часа если нереальный будет размер видео во-первых у меня нет такого мощного аккумулятора чтобы хватило на три часа мне шесть штук их менять надо видео огромных размеров я не смонтировать не смогу не загрузить короче ничего не смогу сделать думаю что мой предел это около часа где-то непрерывные съемки более менее чтоб реально было это все потом загрузить за сутки хотя бы хотя за сутки она может и не загрузиться если час снимает ну а теоретически как я сказал я бы выдержал часов пять-шесть выдержал бы идти и снимать я не Денвас конечно который проходы по Китаю снимает там по пятнадцать или по двадцать часов сколько-то ну часов пять легко ну что я что-то вот никак не могу вас не хочу выключить наверное вот кто-то кого я очень уважаю кто-то наверное не хочет хочет пройти дольше со мной посмотреть что-то может кто-то ждал пока я эту лавочку покажу может кто-то любит вот эту лавочку может кто-то возле этого фонтана любил сидеть просто каждый раз когда ходил мимо и вот ваша энергетика мне передается я вот это я вот этого все никак не могу не могу выключить счастливый малыш фонтанчик смотри кто-то здесь был идем идем дальше звезда сняли с нее иллюминацию на зиму подсветка была ну что друзья и тут уже реально а нет нереально уже давайте дойдем до градусника сейчас я подумаю сказать сколько градусов научить курточку расстегнуть чтобы больше температуру ощутить давайте уже дойдем до градусника так уж и быть раз уж это у нас супердлинная проблета очень много людей идет мне навстречу кстати по-моему они все наши сателлярси возможно прогуливается первый пляж первый пляж иду думаю ну наверное градусов знаю что вроде как правильно сказать будет 19 скорее всего но хотя да вряд ли больше хотя ну в общем как бы тепло и комфортно я думаю что 20 вряд ли будет 19 мой прогноз предварительный 19 сейчас посмотрим что показывает градусник и на градуснике с вами попрощаемся уже карси ход уже без вас пойду уже сколько мы прошли я же поверить не могу ничего себе уже реально выключаться не хочется хочется вас довести и до теннисных даже столов сейчас только прошли уже нифига себе просто я потом это видео реально буду грузить я не знаю сколько если довести вас еще до теннисных столов красавчик обожаю обожаю теннисных столов как бы осталось минуток 10 но я еще буду заходить на арсик покормить на окотеек любимых поэтому пауза оно все затянется еще растянется интересно от начала до конца кто-то прошел со мной в этом видео очень интересно реально ну я думаю что по-любому прошли только интересно 2 человека или 20 хотя бы видите все работает люди по чуть-чуть мало но есть люди фламинго сегодня это мало котиков хотя не в центре были только сказал мало котиков красавцы вот такие сидят ой какие классные чего не поверю что вы голодные вышли для кафешки даже не останавливаюсь по-любому кормят котиков любят такие классные сейчас большая кошка наша может быть на градуснике как раз жаль море не видно и что-то наверное луны сегодня нет потому что море смотрю темное вообще Арсенфи Сити наш любимый и родной люди там есть барочки так 19 я сказал плюс минус один больше я ошибаться не должен как вы знаете сейчас посмотрим эфталия боже эфталия до сих пор еще работает вот это да вот это они красавцы котейка у меня есть даже бульончик для тебя иди сюда привет самая большая кошка в мире привет пойдем туда радостнику в принципе не обязательно к нему идти друзья наверное здесь все таки реально выключусь потому что уже большая очень очень у меня файл этот будет весить по 30 гигабайт его загрузить просто будет фантастически сложно итак сегодня 26 ноября у нас сейчас посмотрим временные часа сейчас сейчас я тебе дам бульончик даже тепленький сейчас посмотрим покажет ли он 19 градусов как я сказал 20 часов 19 минут сейчас эфталия работает у людей уже наверное сейчас проходит 17 ну ну нет нет не верю может нас букву 18 пока нет 18 19 не меньше потому что я в ветровке и мне даже жарко вот я сколько шел мне реально жарко сейчас ну в общем принципе да вы понимаете что плюс минус 1 2 допустимая погрешность моего термометра моего натурального и так все такая большущая большущая прогулка друзья довел бы с удовольствием во-первых ее надо покормить попоить большую нашу красавица гиганта нашего плюс потом карси я буду заходить там темно там тоже надо найти где одноглазая еще не знаю если бы я шел четко прямо я бы довел бы вас до теннис на стол но я думаю что и так все довольны прогулка это очень большая пока спасибо за лайки